Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Пауло. Сегодня я хочу делать видео и говорить о том, что происходит на улице в городе Комо, когда есть русские туристы. Начнем с того, говоря, что я живу в Комо, и это красивый город на севере Италии, это недалеко от Жвейцарии, и это очень известный, особенно потому, что есть озеро Комо. Все знают, что такое озеро Комо, здесь Джордж Клюни купил дом лет 10 назад, и есть очень много туристов здесь, особенно летом. И, конечно, я здесь говорю по-русски, но очень мало возможности говорить по-русски с русскими людьми здесь, потому что, к сожалению, русских друзей здесь у меня нет, поэтому, когда я вижу русских туристов, я просто хочу говорить с ними. И, ну, понимаете, я не такой общительный человек, например, типичный итальянский человек, который на улице просто говорит «Здравствуйте, я итальянец, я люблю Россию, я говорю по-русски, давайте поговорим вместе». Нет, 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 я не такой человек. Поэтому то, что я хочу, это что, может быть, им нужны были информации, управление, управление, может быть, им нужно знать, где найти хороший ресторан, или хорошее место, парк, или что-то, которое я знаю, а они не знают. Но, когда происходит, что им нужны, нужны информации, они спросят мне такие информации, это первый раз было абсолютно удивительно, потому что это был большой сюрприз для них, что есть человек в Италии, который говорит по-русски. Ну, понимаете, я просто сказал «Здравствуйте». Они сразу, это был большой сюрприз, как вы прекрасно говорите по-русски, вы итальянцы, почему вы так хорошо говорите по-русски, как долго вы говорите по-русски. А я просто думаю, я только сказал «Здравствуйте», нужно один день, чтобы понимать, как говорить «Здравствуйте». И мне кажется, что они думают, что, может быть, я только могу говорить «Здравствуйте», они не начинают говорить по-русски, но они говорят по-английски, Потому что это нормально, для них говорить по-английски на границе с людьми, не из России. Я хочу, конечно, говорить по-русски, понимаете, я каждый день занимаюсь, и я хочу попробовать, хорошо ли я говорю. Но первый раз по-английски, второй раз, еще раз по-английски. Я помню, один раз я сказал, это трудно говорить по-русски для вас. Да, это было чуть-чуть трудно. Но первый раз, конечно, мне было очень удовлетворительно видеть, какой сюрприз есть у них. Но второй раз еще удовлетворительно. Третий раз, четвертый раз, давай, окей, я говорю по-русски, но я хочу просто говорить по-русски с вами о чем-то. И это всегда так, потому что для меня это второй, пятый раз. Для них это всегда первый раз, потому что они не знают меня, и всегда это тот же самый сюрприз. И иногда, честно говоря, мне чуть-чуть неловко, потому что я вижу, что они продолжают говорить по-английски со мной. Иногда я просто хорошо говорю по-английски, потому что я не хочу каждый раз объяснить, почему я говорю по-русски, и как долго, как я говорю по-русски. Мне нравится, но сейчас русский язык, русский для меня это среда, это не то, что я хочу показывать всем мире, как я говорю. Я просто хочу использовать такой язык, который у меня есть. И вот, дорогие русские туристы, если вы за границей, есть человек, который говорит по-русски, попробуйте говорить по-русски с ним, потому что он сильно хочет разговаривать с вами на русском языке. Я не первый человек, который жалует о том, что русские люди не хотят говорить по-русски. Но я знаю, что это не потому, что они не хотят, но потому что они думают, что человек не хорошо говорит по-русски, и он предпочитает говорить по-английски. Это абсолютно не так. Если человек изучает русский язык, он сильно хочет говорить по-русски. Вы понимаете, я просто заметил, что я сделал большую ошибку. Я не смотрел здесь, но я сделал все, видимо, смотрел здесь. Извините, пожалуйста, извините, я знаю, что это плохо, но я не хочу сделать видео еще раз. Но давай, это так, то, что я сказал, то, что я хотел, сказал вам. Если вам мое видео понравилось, пожалуйста, сделайте лайк, пишите какие-то комментарии. И подписывайтесь на моем канале. Пока! Пока!